Всем привет! С вами канал Хобби Поинт и я Анастасия. Приближается Хэллоуин и я, конечно же, не могла не подготовить мастер-класс к этому празднику. В прошлом году я показывала, как выполнить вот такие тыквы. В этом году я предлагаю выполнить вот такую летучую мышь. Если вам нравится эта идея, то скорее берите ваши нитки, иголку и давайте начинать работу. Все необходимые материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Там же есть ссылка на уроки по основам привалите для новичков. Оставляем хвостик примерно 40 см и выполняем первое кольцо из двойных узлов привалите. Пико делаем маленькое, около 2-3 мм. Итак, всем узлов у нас набрано. Теперь нам понадобится крючок. Так как с черными нитками не очень хорошо видны отдельные узелки, для этого момента я взяла желтые, чтобы вам было понятнее, что мы делаем. Переворачиваем работу, чтобы пико было сверху. Вводим крючок между последним и предпоследним узелком, вот сюда. И вытягиваем петельку. Вяжем 2 воздушные петли. Теперь делаем накид. Вводим крючок в то же место между узлами привалите и вытягиваем петельку. Протягиваем нить через петлю и через накид. Снова делаем накид. Проходим между узелками. Вытягиваем петлю. Протягиваем нить через петлю и через накид. На крючке у нас находятся 3 петельки. Протягиваем нить через все эти 3 петельки. Получившуюся петлю накидываем на иголку. Мы выполнили первое ухо летучей мыши. Набираем 5 двойных узелков. Выполняем второе ухо. Петлю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закрываем кольцо, переворачивая работу. Добавляем кольцо, переворачивая работу. Добавляем кольцо, переворачивая работу. Добавляем кольцо, переворачивая работа. Выполняем соединение с первым кольцом и набираем оставшиеся узлы по схеме. Затягиваем дугу, не выполняя узелок. Начинаем выполнять следующую дугу. Набираем два узла и выполняем соединение с предыдущей дугой. Еще раз затягиваем первую дугу и закрываем вторую. Вот такой уголок у вас должен получиться. Таким же образом выполняем третью дугу. Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз переворачиваем работу и выполняем узелок. Набираем следующую дугу 7 узлов, пико, 7 узлов. Затягиваем дугу. Дуга должна заворачиваться к первому кольцу. Проходим иголкой через пико. Затягиваем дугу и выполняем узелок, не переворачивая работу. Выполняем еще одну дугу, присоединяясь к предыдущей. Располагаем узелки за предыдущей дугой и выполняем соединение. Продолжение следует... Закрываем дугу. Присоединяемся к пико и выполняем узелок, не переворачивая работу. Продолжение следует... Выполняем последнюю с этой стороны дугу, присоединяя ее к предыдущей. Продолжение следует... Продолжение следует... Выполняем соединение с первым кольцом чуть ниже уха. Продолжение следует... Продолжение следует... Отрезаем нитки и прячем кончики. Продолжение следует... 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 Проходим иголкой через основание первого кольца. Выполняем три первые дуги таким же образом, как и в первом крыле. Первую дугу присоединяем к первому кольцу. Выполняем дугу 7, пико 7. Теперь нам нужно присоединиться к пико между дугами. В прошлый раз мы прошли иголкой с лицевой стороны на изнаночную. В этот раз проходим с изнаночной на лицевую. Набираем 7 узлов в следующей дуги. Располагаем набранные узлы поверх предыдущей дуги и выполняем соединение. Набираем оставшиеся узлы. Таким же образом присоединяемся к следующему пико. Выполняем последнюю дугу, располагая ее поверх предыдущей. Продолжение следует... Продолжение следует... Присоединяемся к первому кольцу чуть ниже уха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отрезаем нитки и прячем кончики. Вот такая летучая мышь у нас получилась. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и отзывы в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok